Уже в воскресенье 14 февраля наступит долгожданный праздник всех влюбленных День Святого Валентина Мужчины пойдут в магазины цветов, чтобы выбрать самые красивые букеты для своих возлюбленных А девушки, в свою очередь, порадуют их своими подарками Телеканал «Репортер» выбрался на улице Одессы, чтобы узнать у одесситов, насколько они любят данный праздник Это день двух сердец, которые могут теплом свое подарить друг другу Что планируешь дарить? Букет цветов или Валентинку? Что-то особенное, потому что не хочется быть банальным, хочется как-то удивить Слава Богу, что есть хоть один день, который поднимет людям настроение Которые люди будут дарить, возможно, друг другу любовь и не делать гадости, это самое главное Вы имеете в плане какой-то подарок? Да, что вы хотите Я просто много внимания в свою сторону А как же цветы, Валентинки, вот эти все такие важные подарки, которые все время на день Святого Валентина, на 8 марта дарят? Да, хочу подснежники и большой-большую Валентинку Я считаю, что это хорошо, не важно даже, что это влюбленные или не влюбленные Можно дарить цветы друг другу в этот праздник и женщина женщине, и мужчина мужчине Даже своим сослуживцам Это настолько открывает душу, сердце, сближает людей Я думаю, что это хорошо А цветы – это вообще такой прекрасный подарок, красочный Чтобы по-настоящему украсить праздник и создать романтическое настроение, необходимы цветы В холодном ветреном феврале живые цветы приносят с собой частичку тепла, света и летнего настроения Они согревают и создают уютную романтическую обстановку одним своим присутствием Букет на День Святого Валентина может выглядеть как игрушка из живых цветов Также можно подарить плюшевых друзей и в придачу Валентинку Подарки на любой вкус, цвет и ценовой предел У нас очень красивые есть композиции, мы готовимся тщательно на День Святого Валентина Цены у нас будут от 100 гривен и выше В принципе, на любую сумму каждого покупателя обслужим, ну и покажем красивые композиции Какие цветы пользуются самой большой популярностью на этот день? Ну, вы знаете, любителей много, каждый человек индивидуален по-своему Ну, как бы больше предпочитает розы Ну, по бюджету можно взять и хризантемы, ромашка видна, она красивенькая Ну, у каждого свой вкус День влюбленных, ассоциация с красным цветом С любовью, сердечкой даже красного цвета В основном красный, белый классический Ну, я хочу сказать, что не только мужчины придут, придут и женщины Тоже влюбленные И дарить радость, кто, кто, кому, как Кто большие букеты, кто маленькие Но в основном любовь – это красный цвет Какие вот на вашей памяти самые яркие, самые пышные букеты покупали молодые люди? 101 роза 101, если в этот день, то 101 очень красиво, красная с белым День Святого Валентина – один из самых главных праздников для влюбленных всего мира День, в который происходят и первые робкие признания в чувствах, и первые поцелуи Зачастую бывают, что девушки получают в этот прекрасный день предложения руки и сердца Да и свадьбы в день всех влюбленных не так уж и редки Браки, совершаемые в 14 февраля и накануне праздника, обещают стать самыми яркими и красочными Мы очень любим этот праздник Это самый такой вот, ну, это нежный для влюбленных праздник Не было желания расписаться именно в этот день? Было желание, но нам сказали, что нету места Бюджетный вариант чуть-чуть не позволяет нам, как говорится А так, конечно, было желание Позитивно, положительно Как то, что свадьба вот накануне праздника? А нам главная дата зеркальная была, 12.02.20 Да, 12.02, зеркальная дата Я понял Вот, в первую очередь это Что собираетесь дарить друг другу на День Святого Валентина? Подумали уже? О, секретик Секретики, да, секретики, извините Но главное это внимание и любовь Конечно, конечно, да Всегда такие важные шаги в жизни, они очень волнительные И сегодняшний день не исключение Но я очень рада, что мы решили все-таки создать новый ячейк общества Создать свою семью И сегодня мы вместе вступаем, можно сказать, в новую жизнь И делаем это в окружении самых родных и близких людей Если вы заметили, сегодня у нас зеркальная дата Очень красивая И еще больше она становится красивой от того, что вскоре будет День Влюбленных И на этот День Влюбленных у нас тоже есть свои планы, которых мы с вам не поделимся, конечно Но я считаю, что этот праздник, он очень сближает людей В ЗАГСах на День Влюбленных 14 февраля традиционно ожидается аншлаг Поэтому работу сразу в нескольких из них продлят до самого вечера Так, в Одессе с 8 утра до 8 вечера будут работать ЗАГСы в Приморском и Киевском районах В Одесской области свою работу продлит Раздельнянский ЗАГС У нас подано на 14 лютого 19 заяв про державную реестрацию шлюбу Это меньше актуально, чем у минулого года В минулого года у нас было 105 державных реестраций шлюбу У нас в Одессе есть три черговых отдела ДРАЦ, которые будут работать с 8 утра до 20.00 вечера Это Киевский районный отдел, который находится на Англезе 5 Это Приморский районный отдел, который находится на Разумовске 37 И у города раздельно По случаю Дня всех влюбленных в Одесских театрах пройдут тематические спектакли А также с концертом выступит украинская музыкальная группа «Каска» Телеканал «Репортер» поздравляет всех влюбленных со светлым праздником Днем Святого Валентина И желает нескончаемой любви и моря позитива Василий Базовлук, Юлия Пального, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер»